...борных гидов. А теперь к человеку, который в 23 года стал самым молодым британцем, покорившим Эверест. Это Бэр Гриллс. Я занимался скалолазанием с детства. Когда я был маленьким, помню, мой отец тоже. Только когда я был крохой, меня старались никуда не пускать. Он, однако, тащил меня за руку, не боялся. Он меня и привел в этот спорт. Потом я ушел в армию, где моей работой было восхождение. Я поднимался где только мог, по всему миру. Мне везло. Я пережил несчастный случай с парашютом, когда служил в британских спецвойсках. Парашют порвался, и я летел вниз слишком быстро, с высоты 17 тысяч футов. Это было в Африке. Ночью я рухнул в пустыню, в трех местах сломал спину, и 18 месяцев прожил в Англии при кованом кровати, пытаясь вновь обрести способность двигаться и уверенность в себе. Это было совсем непросто. Эта картинка у меня с детства. Мне ее дал отец, и она всегда и везде была со мной. И в тяжелые времена она, думаю, висела на стене. Но помню, я буквально однажды ее содрал. Мне казалось, что ничего подобного мне не достичь. Что это мне не по силам. Когда ты пытаешься двигаться, и не получается. А потом, как во сне, начинаешь медленно двигаться, и понемногу картинка начинает оживать, и сердце снова биться. Это был долгий путь. Я прыгал с места на место, страдал между ними, переживал отчаяние, но мне повезло, и все вернулось. До Эвереста мы поднялись на гору Адаблам, которая находится неподалеку от Эвереста. Это была как бы подготовка. Было странно. Ты готовился так долго к этой экспедиции, тренируясь по всей Англии, находя спонсоров, массово готовясь, и никогда не думал о самой горе, которая стоит в ночной тьме, в полном одиночестве. И вдруг ты оказываешься на месте. Никакой суеты, все очень мирно и спокойно. Ты поначалу просто сидишь, глядя на горную махину. Я впервые ее испугался. Обычно говорят, что возраст имеет значение при акклиматизации. Чем ты старше, тем лучше ты акклиматизируешься на больших высотах. Конечно, выносливость приходит с годами, с годами ее больше, ведь лучшие марафонцы обычно не молоды. Так что традиционно лучшие горцы на экстремальных высотах всегда были немного постарше меня, за 30. Меня часто спрашивали журналисты, не слишком ли я молод, смогу ли я чисто физически справиться. И недавно я понял, что это трудно. Ты чувствуешь нечто вроде уязвимости, с которой справиться не представляется возможным. Единственное утешение, как говорил Малрой, это восходный верест, это про сердце и только сердце. Мы слышали про кошмары в горах, про перемены в людском поведении и характере, но большинство горцев сильные личности, несмотря на подводные камни, и я считаю важным, что тебе доверяют, и ты сам знаешь реакцию людей на давление, знаешь все слабости и сильные стороны. И мы именно этим взяли. Мы были армией и близкими друзьями. Сейчас я, глядя назад, понимаю, нам помогла только дружба. Думаю, мы привыкли, что жизнь щелкает пальцами, и все получается. Спасение приходит немедленно, а на горе ты так далек от этого, что именно изближает людей максимально. Ты учишься дарить свою уязвимость другим, ты учишься доверять им, неким вещам, нереальным в обычной жизни. Думаю, горы сближают людей, заставляют их бояться и научиться пугаться, и это нормально. Но с теми, кто рядом, возникает необычная близость, и это главное. Помню, когда мы наткнулись на тело Роба Холла, погибшего в 96-м. Мы просто сидели рядом с ним, оно прекрасно сохранилось. Ветер раздувал его волосы, и во мне рождалась огромная паника, которую я никогда не испытывал. Сейчас на Эвересте много тел, их около двух тысяч. Но именно это для меня было особенным. Мы были так далеко, а оно было к нам так близко. Я толком ничего не осознавал, я просто прополз мимо него на четвереньках, стараясь скорее убраться подальше, и думал, если честно, то я лучше бы спустился мимо него вниз. Но наш путь лежал наверх, мы продолжили его к вершине, которая медленно становилась ближе и ближе к концу этих трех месяцев. За плечами остается так много, куча эмоций, чувств, снов и всего, что к концу трех месяцев ты стоишь там, на месте, которое меня завораживало семилетнего возраста. Это волшебство, видеть земные изгибы свысока. И ты лишь полностью уверен в том, что ты особенный. И Нил, и я сняли маски, просто, чтобы обняться. Мне бы хотелось погрузиться в это чувство, погрузить его в бутылку и отвезти домой. Нас разыскали по спутниковому телефону на базе в лагере через радио, так что моим родителям позвонили в 2 часа ночи по местному времени. Но был сильный ветер, 40 или 50 узлов, да и холод минус 60. Так что было не до разговоров, связь быстро оборвалась. Но эти несколько мгновений общения мне сказали «Мама, я хочу домой». Мертвая зона – не очень милый термин, и некоторые британцы его не приемлют. Они сказали бы «О, не очень благоприятная зона». Но мертвая зона в мире – это 25 тысяч футов над уровнем моря. И называется она так, потому что человеческое тело там не выживает. Тело съедает собственные мышцы и кости, борется за энергию. Здесь все сведено до минимума. Оживителем только кислород. Он кончился у нас при спуске. Я как во сне помню, когда полз на коленях до места под названием «Балкон» над Южным полюсом, где пожирал воздух, не мог им напиться, немного подкрепился и продолжал путь в лагерь. Кислород там. Если честно, то я никогда по-настоящему не верил, что смогу это сделать. Только помню, как шел последний кусочек к подножию горы, отстегнув последние веревки и плача, потому что не мог поверить в то, что смог подняться, и что смог спуститься живым, и что теперь все будет хорошо. Это было, по сути, лучшим временем за все три месяца на горе. Помню, когда мы вернулись, кругом было море журналистов, в которые мы окунулись. А в течение шести месяцев молодой англичанин присоединился к экспедиции и был на год моложе меня. Ему было 22. Он мечтал стать самым молодым англичанином, покорившим Эверест, завоевать этот титул. И он этого добился, но погиб при спуске. Меня это сильно выбило из коллектива, и я ведь знал, что такое атака журналистов при возвращении домой. И как в эту игру тяжело играть. Вы даже не представляете, какое влияние оказываете на людей поощрить. Смерть Майкла меня потрясла, и действительно поменяла мой подход ко многим вещам. Иногда мне говорят, «Я хотел бы подняться, каково твое мнение?» Теперь я крайне осторожен, и не уверен, поддержал бы в этом своего сына, если бы он у меня был. Это были определенно самые холодные, трудные и длинные месяцы в моей жизни. Но, с другой стороны, воспоминания столь необычны о дружбе, о красоте этих мест. Но я никогда туда не вернусь. Я стал более нервным от того, что происходит там, на высоких горах. Что ж, мудрые слова от молодого человека, который рискнул всем и смог вернуться.